Улица Коммунистическая, вот только земля не общая. Еще недавно жители этого дома делили свою землю с автосервисом. Владельцы бизнеса при строительстве прихватили 4 лишних метра. Василина Сергеева с 2015 года пыталась отстоять свои права. По документам я собственник земли, но это понимаете по документам. А я воспользоваться не могу. Ну как, ну вот видите, вот этот КАМАЗ стоит, стоит на моей территории. Вот там КАМАЗ это тоже стоит, мои плиты, это все на моей территории. Стороны заключили сделку купли-продажи. Бизнесмены выкупили спорные метры в рассрочку. Всю сумму должны были вернуть в течение 8 месяцев. Вот только порядка 100 тысяч так и не выплатили. А позже через суд решили и вовсе вернуть свои деньги, посчитав, что соседка потребовала с автосервиса слишком большую сумму. Суд оказался на стороне Василина. Постройку признали самовольной, 4 метра обязали вернуть. Владелец автосервиса так и не освободил чужую территорию. В итоге в конфликт пришлось вмешаться местным властям. Именно представители администрации снесли незаконную постройку. Произошло это несколько месяцев назад. Василина уверена, если бы не вмешательство нашей съемочной группы, дело так и не сдвинулось бы с места. Все это все знали. И ко мне люди, потому что обращались, видели же это все. Если бы этого не было, я думаю, не сдвинулось бы ничего. А тут у них безвыходная в любом случае ситуация была, потому что все это заснято. Остается надеяться, что лакомый кусочек земли на этом перекрестке больше не будет отравлять жизнь нашей героине. Ирина Корчагина, Алексей Фрисин. День с толком. День с толком.